Под поверхностью Марса находятся океаны, животворные жидкой воды, исследования. Исследования на основе данных посадочного модуля NASA Mars Insight приводят доказательства существования жидкой воды, глубоко под поверхностью Марса, что способствует поиску жизни там и показывает, что могло произойти с древними океанами планеты. Об этом сообщает новость Украина со ссылкой на Reuters. Посадочный аппарат, находящийся на Красной планете, с 2018 года измерял сейсмические данные в течение четырех лет, исследуя, как землетрясения двигали Землю и определяя, какие материалы или вещества находились под поверхностью. Основываясь на этих данных, исследователи обнаружили, что жидкая вода скорее всего находится глубоко под посадочным модулем. Вода считается необходимой для жизни, а геологические исследования показывают, что более трех миллиардов лет назад на поверхности планеты были озера, реки и океаны. На Земле мы знаем, что там, где достаточно влажно и достаточно источников энергии, микробная жизнь существует очень глубоко, под поверхностью Земли. Составляющая для жизни, как мы ее знаем, существует в недрах Марса, если эти интерпретации правильные, сказал один из авторов исследования Васан Райт из Института океанографии Скрипса Калифорнийского университета в Сан-Диего. Исследование показало, что большие резервуары жидкой воды в трещинах, от 11,5 километра до 20 километров под поверхностью, лучше всего объясняют измерения Института. В нем отмечается, что прогнозируемый объем жидкой воды под поверхностью, больше объема воды, который, как предполагается, заполнял гипотетически древние марсианские океаны. На Земле грунтовые воды проникли с поверхности, глубоко под Землю. Мы ожидаем, что этот процесс также происходил на Марсе, когда верхняя кора была теплее, чем сегодня, сказал Райт. Нет способа непосредственно исследовать воду так глубоко, под поверхностью Марса, но авторы говорят, что результаты имеют последствия для понимания водного цикла Марса, определения судьбы прошлых поверхностных вод, поиска прошлой или существующей жизни и оценки использования ресурсов на месте для будущих миссий. Исследование было опубликовано 12 августа в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Напомним, последние миссии НАСА обнаружили на Марсе большое количество перхлората. Эти соли могут поглощать воду из атмосферы, создавая концентрированные растворы, известные как рассолы. Ученые считают, что такая среда, вероятно, могла поддерживать жизнь как в прошлом, так и сейчас. Подробнее об вероятности существования жизни на Марсе в материале, ученые сделали громкое заявление о жизни на Марсе. Новые исследования.